Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия и сегодня уже даже украинский генштаб подтвердил полную потерю города Северодонецк. Раньше говорили все-таки, что это стратегический город, который ни в коем случае нельзя сдавать, потому что от него зависит исход битвы за Донбасс. И в конечном итоге сейчас про это уже не вспоминают. Также генштаб вооруженных сил Украины сообщил, что Золотое и Горское на Донбассе также потеряно, потому что оно, как известно, попало в котел и там больше тысячи украинских военных уже сдались в плен. Кто-то смог выбраться оттуда, а кому-то не повезло. Но на этом проблемы для вооруженных сил Украины на Донбассе далеко не заканчиваются, потому что уже, по сути, город Лисичанск, он находится в оперативном окружении. Это уже даже сообщают украинские источники. Публично известный агент Набушевченко заявил о том, что Лисичанск в Луганской области находится в оперативном окружении. Из города осталась только одна дорога, которая частично идет по полям и находится под постоянными обстрелами. И получается, что все эти украинские солдаты, которые выскочили из котла в Золотом и Горском, и все, которым удалось выскочить из котла в районе города Северодонецка, они, получается, попали в новый котел, только уже, по сути, в городе Лисичанск. И теперь с этого Лисичанск, для того, чтобы просто выйти украинским военным, нужно очень долго идти по полям, причем тем полям, которые хорошо простреливаются. Таким образом, на фронте для вооруженных села Украины ситуация реально критическая, потому что там, в городе Лисичанск, сконцентрировано около 7-8 тысяч украинских военных. С учетом ситуации на фронте, кто бы что ни говорил, но по факту с города Лисичанск украинские войска будут в ближайшее время, ну, знаете, максимально быстро эвакуироваться. Или по процедуре экстракшн уже ехать, знаете, на территорию Российской Федерации и ДНР, ЛНР, ну и там, конечно же, располагаться в тюрьмах, как военнопленные. И с учетом, опять же, ситуации, господин Зеленский просто для вооруженных сил Российской Федерации сделал большой подарок, когда прислал различных заграничных наемников прямо в Северодонецк, в Лисичанск и так далее. И сейчас все вот эти, так называемые, подкрепления, они сейчас находятся в оперативном окружении. И, естественно, очень высока вероятность, что они либо попадут в плен, либо у них будет вообще все плохо. Примечательно еще то, что промзона завода Азот, она не особо пострадала. И если вот просто проанализировать видео, которое сейчас публикуют российские военные корреспонденты, то ни в какое сравнение с Азотсталью даже, знаете, даже и близко нет. Потому что завод, получается, реально во многом сохранен. С учетом не сильно масштабных разрушений, можно сделать вывод, что этот завод скоро продолжит свою работу и, конечно, обеспечит рабочими местами жителей Северодонецка. Единственное, о чем не подумали вооруженные силы Украины при стремительном отступлении с промзоны завода Азот, так это, конечно, о мирных жителях, которых там удерживали для того, чтобы Российская Федерация не начинала штурм. И сейчас, точно так же, как и на Азотстале, эти люди, которых удерживали в заложниках, начинают говорить очень и очень неудобные вещи. Давайте послушаем. Мы в 23-й войне, но не в качестве заложника, в качестве заложника мы в 4-й войне. Прям заложника? Да, мы с этим делаем. Если просто немножко проанализировать и посмотреть, в каком состоянии люди дают интервью, комментарии и так далее, то, конечно, можно без труда определить, что, в принципе, это правда, потому что люди добровольно это рассказывают, без каких-либо ограничений и так далее. И давайте просто дальше послушаем. И тут можно соглашаться или не соглашаться, верить или не верить, но по факту, с учетом мнения этих людей, то вооруженные силы Украины, они явно своими защитниками не считают. Также сегодня российская армия нанесла ракетный удар по мосту, который соединяет два берега Днепра в районе города Черкасса. И если просто проанализировать масштабы разрушений, можно сделать вывод, что теперь уже поезда по этому мосту точно ездить не будут, причем не один месяц. Для понимания, Украина разделена, как известно, на правобережную и левобережную речкой Днепр. И эта речка достаточно серьезная, и, конечно, мосты через эту речку – это стратегические объекты, которые соединяют, по сути, два берега одной страны. И сейчас мы видим, что такими ударами, по сути, уже принято российской армией или российским руководством решение касательно того, чтобы уничтожать вот эту стратегическую коммуникацию. Или, во всяком случае, на длительный период выводить ее из строя. С учетом массы ограничений на Ютубе, конечно, я не могу вам публиковать прямо здесь видео попадания ракеты по мосту. Но, тем не менее, это видео у меня есть в Телеграм. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Переходите, смотрите, подписывайтесь. Ну, а вот Украина и Молдова начинают резко восстанавливать железнодорожное сообщение. И уже Украина заявила о том, что 20 километров железной дороги построят, лишь бы иметь альтернативное сообщение железнодорожное с Молдавией. Потому что, как известно, мост через Затоку, он не пригоден для функционирования. И сейчас Украина делает все возможное, чтобы каким-то образом наладить железнодорожное сообщение с Румынией. Мост через Затоку подвергался регулярным обстрелам и его вывели настолько, что он практически много месяцев уже точно не будет функционировать. И поэтому мы видим, как Украина пытается прямо построить альтернативу. Но по факту, насколько это получится, посмотрим. Потому что 20 километров железной дороги проложить в нынешнем состоянии для Украины, это, знаете, сверхзадача и мегапроект. Тем временем продолжаются атаки на остров Зминый, который находится под контролем Российской Федерации. И вы на этой карте можете видеть, где расположены гаубицы, вот эти американские разрекламированные, с помощью которых пытаются обстреливать этот остров. Также применяют авиацию и так далее. И, конечно же, Черноморский флот Российской Федерации сейчас держит настолько крепко этот остров, что вот все попытки вооруженных сил Украины все-таки получить над ним контроль, они терпят крах. И это при том, что в небе над Черным морем регулярно дежурят круглосуточно заграничные беспилотники западных стран. И, конечно же, не в режиме реального времени транслируют информацию прямо в ВСУ, что же там происходит. И, тем не менее, несмотря на то, что там постоянно задействовано от 6 до 10 беспилотников западных стран разведывательных, вооруженным силам Украины провести какую-то успешную атаку за все вот эти месяцы так и не получилось. С учетом того, что западные страны, конечно, над Черным морем используют самые свои последние продвинутые разведывательные беспилотники, то могу предположить, что в ближайшее время случайно российская ракета собьет такой беспилотник. И, конечно же, с учетом того, что заграничным кораблям нельзя заходить в акваторию Черноморского, собственно, бассейна, то российские корабли очень быстро выдвинутся в этот район сбитого беспилотника и, конечно же, получат, таким образом, доступ к различным секретным технологиям, которые, конечно, применяются при создании таких аппаратов. Друзья, также небольшое, но очень важное объявление. Не забывайте также подписываться на платформу Яндекс.Дзен. Она хоть и новая платформа, но работает на самом-то деле очень качественно и без каких-то невменяемых ограничений. Ссылка на Яндекс.Дзен также в описании первым комментарием под видео. А вот на Западе газета Нью-Йорк Таймс заявила, что, оказывается, и до конфликта в Украине прекрасно работал и спецназ различных стран НАТО, и, конечно же, шпионы и так далее. И об этом открыто написали, хотя на самом-то деле это уже, по факту, является, знаете, тайной полешинели. Потому что с учетом того, как развивались события в первый месяц боевых действий, то, конечно, можно сделать логический вывод, что еще до конфликта различный спецназ заграничных стран присутствовал конкретно на территории Украины и непосредственно выполнял задачи по атаке на российские подразделения. И на данный момент, конечно, на территории Украины со стороны Зеленского воюют и различные спецназы стран НАТО. И это также ни для кого не должно быть каким-то суперсекретом, потому что это и так очевидная история. И, конечно, на этом противостояние не заканчивается, потому что Литва уже прямо официально отказалась от выполнения любых своих обязательств касательно транзита грузов в Калининградскую область с территории основной части Российской Федерации. И здесь, конечно, это нарушение ряда обязательств. Еврозоны, в принципе, и, конечно же, Литвы. Мы видим, как страны Еврозоны, конкретно Еврокомиссия, через подконтрольную Литву все-таки делают Российской Федерации максимальный вред касательно того, что Российская Федерация, получается, не может на данный момент просто отправить необходимые грузы железной дорогой в Калининградскую область. Это, конечно, накладывает ряд ограничений даже в плане развития в Калининградской области. И, конечно же, тут и рабочие места, и прочие-прочие моменты, которые очень серьезно могут сказаться на уровне благосостояния жителей Калининграда и области. Каким образом отреагирует Россия на такие действия Еврозоны и, конкретно, Литвы, я думаю, в ближайшее время мы все увидим. И мне почему-то кажется, что это будет, конечно же, связано с блокированием портов прибалтийских стран. Но и на этом, конечно, западные страны не остановятся, потому что есть уже предварительное заявление касательно того, что, оказывается, западные страны просто запретят самим себе покупать у Российской Федерации золото. Конечно, это выглядит просто максимально смешно, с учетом того, что можно элементарно, даже если в западных компаниях захотят купить российское золото, просто сделать прокладку в виде какой-то индийской компании или китайской компании и, собственно, обеспечить логистику, чтобы купленное золото было доставлено в западные страны. Но, тем не менее, мы видим, что история, по сути, повторяется. Ведь, когда Сталин все-таки решил забрать у западных олигархов, те еще, знаете, далекие, там, 20-е, 30-е годы, золотые месторождения и конкретно предприятия золотобывающей промышленности, то тогда тоже были вот именно такие санкции, чтобы у Советского Союза просто не принимать золото в качестве оплаты за контракты. Тогда западные страны потребовали от Советского Союза платить за индустриализацию не золотом, а зерном. И таким образом, конечно, это был существенный такой вклад западных стран в голод, который был как в Украине, так и в России, на Поволжье и так далее. Ну а тем временем Соединенные Штаты продолжают жить в логике холодной войны и создавать все новые и новые блоки, альянсы и так далее. И вот уже сделали антикитайский блок с ряда стран. Ничего нового там, конечно же, нет. Те страны, которые, ну знаете, очень сильно зависят от Соединенных Штатов Америки, которые не суверенны, которые являются подконтрольными, условно такими, знаете, технологическими колониями, то это, конечно же, те страны, которые вошли в этот так называемый антикитайский блок. И пока Соединенные Штаты Америки и прочие западные страны закрываются, то Китай в это время просто максимально открывает свои двери для того, чтобы страны региона могли нормальную коммуникацию экономическую выстраивать с Китаем и, конечно же, присоединяться к тем китайским инициативам, которые предполагают развитие стран, а не деградацию, если вот идти просто в логике Соединенных Штатов. Ведь Китай предлагает свою стратегическую инициативу глобального развития «Один пояс, один путь». И мы видим, что вот западные страны, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, так и не могут даже сформулировать, что они могут предложить в альтернативу китайскому предложению. И по факту, как говорится, если предложить-то нечего, тогда сдержать развитие Китая тоже не получится. И если мы видим вот такое продолжение событий, тогда вот в эту логику хорошо ложится создание блокового мышления, которые искусственно ограничивают страны в коммуникации с Китаем. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можно всегда значительно больше, чем на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментариям под видео. До скорого!